В эфире «Якутия-24» обзор главных событий уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Послание Владимира Путина. В нашем эфире обзор основных направлений развития государства. Приоритет местным кадрам. Государство активно снижает долю мигрантов на российском рынке труда. Уже известны первые цифры. Домашний тур прославленной якутянки. Сегодня в Якутске из Мирного прилетела резидент-шоу «Камеди Уумен» Надежда Ангарская. А завтра актриса отправится в свой родной город Нерингре. В Ленске вывоз снега из города на контроле прокуратуры. Осадки начали вывозить, но горожане боятся, успеют ли до наступления тепла. Освободить крыши домов и дороги от снега. А в Мирном несколько домов по улице Гагарина вот уже несколько лет подряд уходят под воду. И причины до сих пор неизвестны. То ли грунтовые воды, то ли сливы теплосетей. Владимир Путин четко обозначил программу развития страны. Цитата. В основе всего лежит благополучие граждан. Прочный фундамент для этого создан, подчеркнул президент. В ближайшие три года будет решен вопрос с яснями, которых планируется обеспечить 270 тысяч мест. Действующий президент призвал обеспечить рост пенсии. По его словам, разница между зарплатой и пенсией не должна быть такой значительной, как сейчас. Он также отметил необходимость роста темпа экономики. Это будет являться ключевым ориентиром для нового правительства. В завершении своего выступления Владимир Путин отметил, что в последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Послание президента Российской Федерации было для меня особым. Я многие послания слушал до этого. При этом я был живым участником тех событий, которые происходили в Российской Федерации последние около 30 лет. И, соответственно, исторический этап каждого послания имел свое содержание, свой смысл и свою роль. Но на этот раз, конечно, я просто был восхищен тем, что выступал настоящий лидер великой страны Владимир Владимирович Путин. И мне очень было приятно слушать, насколько сегодня Россия наша сильна, насколько она стала на ноги и стала активным участником мироустройства. Это было для меня особенно важным, потому что история последних 30 лет еще раз подчеркивает, в каких условиях мы проживали. Были годы, когда нашу страну никто не считал, мы понимали, как развивалась наша страна, какая экономика была, и, соответственно, выводы были разные. Но сегодня из уст президента Российской Федерации прозвучала особая уверенность, и самые главные цели и задачи, они были более четкие, более ясные, и при этом доходчивы даны были для каждого жителя страны. Что я имел в виду? Прежде всего, конечно, мы все понимаем, в том числе и якутяне, о том, что слово «прорыв» несколько раз прозвучало в послании президента Российской Федерации, и прежде всего они связаны с технологическими процессами. То есть, если мы сегодня хотим развиваться, достичь новых каких-то рубежей, то прежде всего должны понимать, что речь идет о технологических процессах, которые нам необходимо принимать, развивать, и, соответственно, на них опираться. Во-вторых, мы понимали, что производительность труда, она всегда была основой экономики, любой экономики, даже социалистической экономики. Мы сегодня работаем в условиях, так называемой, рыночной экономики, здесь каждое действие связано с производительностью труда. То есть, наше развитие будет оправляться трудом конкретным, а не с подачами, с подачками или какими-то другими, скажем, поддержками, которых иногда мы уповаем. Следующее, то, что президент четко и ясно сказал о том, что Россия стала государством, с которым надо считаться. Считаться не потому, что мы стали сильными в вооруженном плане страной, а мы стали той технологически уже вооруженной, технологически уже обновленной. И самое главное, мы при этом всегда придерживались и придерживаемся той политики, которая связана, прежде всего, с защитой интересов самой России. Сразу после оглашения послания свое мнение высказал и спикер госсобраний ЛТУМЭН Александр Жирков. Социальное обеспечение, безопасность, здравоохранение у населения, оно должно быть обеспечено до пошагового уровня. Это тот вопрос, который парламент республики ставил достаточно давно перед федеральным собранием, перед правительством Российской Федерации. И это сегодня прозвучало из уст президента Российской Федерации. Еще один блок, это президент страны особо выделил развитие Северного морского пути. Возможности и объемы перевоза грузов по этой траектории в ближайшие годы должны возрасти в разы. Вопрос доступного здравоохранения, в частности в отдаленных населенных пунктах, также стал одним из ключевых моментов выступления президента страны. Те недоработки, в том числе и с финансированием, будут устранены. Владимир Владимирович честно сказал, что при проведении оптимизации, так называемой, правительство допустило ряд крупных ошибок. Вот одна из них, это то, что плохо финансируется, ну а вообще малых населенных пунктов, которыми очень много у нас, наша республика, около 600, люди просто лишились доступной медицинской помощи. И он обозначил, что в ближайшие 2-3 года вот эту ошибку исправить. То есть в каждом населенном пункте должен быть или фельдшерский пункт, или медицинский пункт. Обязательно это сделать, восстановить все это. Восстановить, он так сказал. К 2025 году грузопоток Северного морского пути возрастет в 10 раз до 80 миллион тонн, также отметил в послании Путин. Северный морской путь, по словам главы государства, станет ключом для развития Российской Арктики и Дальнего Востока. Наша задача сделать Северный морской путь по настоящему глобальной конкурентоспособной транзитной артерией. Обратите внимание, в советское время его использовали активнее, чем мы в настоящее время, но мы выйдем на новые рубежи, сказал Путин. Вот как прокомментировал такой курс главы государства член Совета Федерации Александр Акимов. Очень хорошо сказал по Северному морскому пути. Мне очень понравилось это о том, что будем осваивать Арктику, дальше новые технологии. И сегодня там перевозки возросли 10 раз, представляете? И по БАМу сегодня тоже перевозки увеличиваются, понимаете? Тоже и транзитные грузы, перевозки и другие. Это, конечно, связано с освоением и развитием нашего Дальнего Востока и Сибири, в том числе нашей республики Саха, Якутия. Действительно, развитие Дальнего Востока стало одной из тем послания президента России Федеральному собранию. Цитата. Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, сказал Владимир Путин. Сегодня на Дальнем Востоке сформировано уже 18 территорий, опережающего развитие, в том числе две из них в Якутии. Это индустриальный парк Ангаласы и Южная Якутия. С созданием ТОР в Нерингринском районе уже отмечается положительная динамика развития экономики района. Развитие промышленного производства, развитие экономики Нерингринского района в свете послания президента – это очень важное направление. Потому что мы почувствовали уже с приходом территории опережающего развития, почувствовали о том, что развитие экономики нам, в первую очередь, это новые рабочие места, это хорошее вложение финансовых ресурсов в основной капитал, это вложение денег, будем говорить, в человеческий капитал. Это, наверное, самое главное. Президент отметил, что надо дальше продолжать работу над увеличением продолжительности жизни, благодаря которой люди смогут благоприятно жить более 80 лет. Он отдельно остановился на вопросе обеспеченности граждан жильем. Сказал, что нужно увеличивать спрос на жилищном рынке и уменьшать ипотечные ставки до 7-8%. В целом, поставленные задачи положительны. Хотелось бы, конечно, больше повышения зарплаты, чтобы жилищные условия, чтобы все это притворилось в жизнь. Но сейчас на нашем телеканале небольшой блок рекламы и смотрите далее. Домашний тур прославленной якутянки. Сегодня в Якуции без мирного прилетела резидент-шоу «Камеди Умэн» Надежда Ангарская. А завтра актриса отправится в свой родной город. В Ленске вывоз снега из города на контроле прокуратуры. Осадки начали вывозить, но горожане боятся, успеют ли до наступления тепла освободить крыши домов и дороги от снега. А в Мирном несколько домов по улице Гагарина вот уже несколько лет подряд уходят под воду. И причина до сих пор неизвестна. То ли грунтовые воды, то ли сливы теплосетей. В эфире «Якутия-24» и мы продолжаем наш выпуск. Вице-премьер России Ольга Голодец считает необходимым продолжить сокращать долю мигрантов на российском рынке труда. У нас реализуется серьезная программа по постепенному ограничению доступа иностранной рабочей силы. Например, в пассажирском автотранспорте в 2015 году доля иностранной рабочей силы составляла 50%. Сегодня эта цифра сокращена до 28%. И процесс продолжается, сказала Голодец на Санкт-Петербургском международном форуме труда в пятницу. Она добавила, что в 2015 году в торговле возможная доля для иностранной рабочей силы составляла 25%, сейчас 15%. Мы должны сделать все, чтобы эта цифра постепенно сокращалась, но с учетом потребностей нашей экономики, подчеркнула Ольга Голодец. Хранение и передача больших данных, обеспечение информационной безопасности, бесперебойная работа предприятий связи. Министр связи Якутия Александр Борисов ознакомил журналистов с работой предприятий связи информационных технологий. На экскурсии побывала Сарглана Федорова. В центре обработки данных электронного правительства республики шумно, громоздко. Обывателю не понять, а специалисты здесь как рыбы в воде. Здесь не только хранят гигабайты данных, разрабатывают информационные порталы. Например, через сайт Сахагов любой якутянин может обратиться к властям со своей проблемой. Залив, разлив нефтепродуктов, мусор не убран и так далее, через этот сайт подают обращение. Все, что они размещают, в наших госинформсистемах размещенных здесь, они не будут попадать, нет возможности даже ими воспользоваться другими лицами. Вызов всех экстренных служб через единый номер. В центре инфокоммуникационных технологий реализуют систему 112. Пока в тестовом режиме. Но когда система заработает, любой гражданин сможет вызвать необходимую ему экстренную службу по одному простому номеру – 112. А дальше диспетчеры передадут сигнал тем, чья помощь нужна. В центре созданы все условия для работы персонала. Это кабинет для инженеров. А в дальнейшем планируют соединить систему 112 с системой «Эроглонас», которую сейчас устанавливают на все новые автомобили. Тогда при ДТП сигнал тут же поступит в систему. Будет видно, где именно произошло происшествие, и службы тут же туда направятся. Бесперебойная передача сигналов эфира, 12 телеканалов и десятка радиостанций. В конце пресс-тура мы оказываемся, пожалуй, в самом стратегически важном месте технического центра телерадиовещания. Это центральный узел связи. Здесь собирают и обрабатывают информацию о режимах работы сети связи и вещания. Наша цель – это, конечно, ознакомить с интересными процессами, которые сегодня как бы не видны нашим пользователям, нашим слушателям, телезрителям. Но на самом деле за этим стоит большой труд, и в этом задействованы очень много наших специалистов. Напомню, что Министерство связи и информационных технологий планирует создать в республике региональный мультиплекс, в который войдет и семейство каналов НВК «Саха» и «Якутия-24». В Нерюнгре состоялись общественные слушания в рамках реализации проекта по строительству этнодеревни в сказочной Нерюнгре. Этот проект планируют реализовать в ходе участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который предусматривает выделение денежных средств из федерального бюджета в размере не менее 100 миллионов рублей. Большинство голосов отдано именно этому проекту. Также горожане предложили благоустроить всю центральную улицу Ленина. Разделена эта программа на два этапа. Первый этап – это 2018 год. Это подготовка проектной документации, подача заявки. В случае, если мы выигрываем грант, 2019 год – это уже реализация проекта. То есть до 31 декабря 2019 года мы должны выполнить все обязательства по строительству и благоустройству этой территории. Снежные кучи, которые скопились в городе Ленске за долгую зиму, не могут противостоять законам природы и скоро начнут светаять под первыми лучами весеннего солнца. Управляющие компании подрядчики знают – впереди горячая пора. А горожане уже сегодня оценивают – хорошо ли убирали город от снега. В этом дворе уборочную технику ждали всю зиму. В январские каникулы здесь так намело, что передвигаться было сложно и на автомобиле, и на ногах. Управляющую компанию звонить начали еще в декабре. Но пока дело не дошло почти до несчастного случая, во дворе упал и получил травмы житель дома, мехлопата так и не появилась. И вот начало февраля уборку провели первый раз за всю зиму. Такой двор в Ленске не единственный. Снежные завалы не только на совести ветреной погоды, но и у коммунальщиков. В городской администрации уверены – свои обязанности они выполняют. Критической ситуации нет. Но сейчас зачистку придется взяться с особым усердием. Контроль выполнения работ производится не только со стороны городских властей, но и со стороны прокуратуры. Сегодня кардинально мы поменяли работу упрощей компании. В частности, установлен особый контроль не только со стороны администрации города, но и со стороны еще и прокуратуры Ленского района. Сегодня уже, помимо того, мы проводим специальные рейды. Планомерно будут убираться территория. Ну и до весенних вот этих оттепелей жилфон будет полностью убран. С 1 марта управляющие компании приступят к уборке снега с крыш домов. Вот он опасно нависает над пешеходной зоной. В отдельных местах уже представляет реальную угрозу для прохожих. Эти дома освободят от снега в первую очередь, не дожидаясь марта. На некоторых работы уже начались. Ведь снег из города будут вывозить на специально отведенную площадку. Тут земельный участок отведен. Он достаточен для того, чтобы складировать те снежные массы, которые вывозятся с территории города. Местом для вывоза снега определили территорию бывшего асфальтового завода на окраине города. Сейчас снежных навалов здесь еще не так много. К уборке подрядчики обычно приступают ближе к весне. Такое положение дел некоторые горожане находят приемлемым. Некоторые ситуации недовольны. Там я на Алрусе живу, на Донской чистят постоянно. Очень много снега и колдобин, и неровных дорог, и вообще какая-то ванна на дороге. А улицы точно плохо. Потому что вот эта вот бровка, ну как говорится, поселение, горб этот, ну где-то чистят, где-то нет. А так хорошо, конечно, вот, идешь, когда и радуешься. С крылечка чуть-чуть заребли, а то, что остальное, так все и лежит. Мы выходим, еще скоблим сами, пенсионеры, потому что нам со ступенек вот так же сходить, чтобы не убиться. А скажи, мы хорошо. Хорошо убирали или нет, покажет весна. В Ленске это всегда время резиновых сапог. На Альмирном несколько домов по улице Гагарина вот уже несколько лет подряд уходят под воду. И причина до сих пор неизвестна. То ли грунтовые воды, то ли сливы теплосетей заставляют меринцев жить в страхе. С 2016 года местные власти не могут разобраться в происходящем. Что ответит на это нынешняя администрация, узнавали наши коллеги. Надежда Ивановна живет в этом маленьком доме по улице Гагарина с 89-го года. Последние несколько лет домашние тапочки ей заменили резиновые калоши. Ведь ее дом в буквальном смысле тонет. Ручей безымянный для нее стал настоящей проблемой. Зимой она не может спать спокойно. Слышно, как вода, подступающая к дому, замерзает. Стены отсковывающего их льда трещат и кренятся. В прошлом году одно из перекрытий рухнуло на спящую женщину. До сих пор вспоминает об этом с ужасом. С 2016 года она и еще несколько соседей живут в постоянном страхе. Борются со стихией. Им говорят, это грунтовые воды, сделать с этим ничего нельзя. И предлагают альтернативные решения. Приходил, сел у меня в кресло и говорит, да вас так уютно. Вы бы под шумок продали. И он уже давно в Якутске, молодой, забыла, как его фамилия. И говорит, вы бы под шумок продали дом. А я говорю, чтобы меня люди проклинали или убили. По закону этих маленьких домов на берегу ручья быть не должно. Но они есть. И жители исправно платят за свет и центральное отопление. Они не просят нового жилья. Ждут, что обещания предыдущей администрации не останутся. Просто словами. Басыров обещал перед выборами, вот когда нашего нового мэра выбирали, кто нам, глава администрации. Выделили деньги, говорит, все, нашли деньги. Мы уже не просим ни жилья, углубите этот лох. Главы города меняются, а проблема по-прежнему не решена. Но нынешняя администрация во главе с Климом Антоновым заверяют в проблеме, разберутся и помогут. Мы разберемся с этим вопросом. Если это будет происхождение от отопления или водоснабжения, то, конечно, мы это устраним. Если это будет касаться природного характера, то нужно будет смотреть, куда отвезти эту воду. В этом случае мы найдем главный источник. Источник найдем, и мы решим проблему. Сейчас Надежде Ивановне остается лишь ждать и надеяться, что фраза «спасение утопающих – дело рук, самих утопающих» окажется не про нее. Ксения Исламова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Студенты медицинских заведений, которые летом получат диплом, уже знают, в каком уголке республики будут применять знания. Ежегодная ярмарка вакансий начала свою работу для выпускников медицинских колледжей и университета. Министерство здравоохранения Якутии содействует в трудоустройстве будущим медикам. Подробности у наших алданских коллег. Почти 70 студентов Алданского медицинского колледжа скоро получат дипломы. Сегодня у будущих медсестер, фельдшеров и акушеров важный день. Их будущее решится на ближайшие три года. В каком уголке Якутии и в какой сфере медицины юноши и девушки будут применять знания, ответы на эти вопросы они получили на собеседовании с членами комиссии, осуществляющие распределение. Всего в этом году выпускников 68 Алданского медицинского колледжа. Они будут распределены у нас предварительными договорами во все районы нашей республики. Включая, конечно, мы будем акцент делать на Алданский район. Представитель Минздрава отметила, что в этом году начнет работу Республиканский перинатальный центр. И спрос на выпускников медколледжа возрастет. В ожидании собеседования без пяти минут медики не особенно волновались. Медицинские кадры среднего звена востребованы всюду. Больше как бы травматологическое и хирургическое отделение, ну или оперблок. Я собираюсь работать в Якутске. У меня там есть жилье. Что должен содержать пакет документов? Необходимо ли заранее подумать о жилье? Когда можно будет сменить место работы? Вопросов у студентов было много. Будущие специалисты получили информацию и об иных вариантах трудоустройства. В 2018 начнет действовать программа закрепления медицинских кадров на селе. Подробностями и гарантиями студенты интересуются заранее. С этого года работает федеральная программа. Действует земский фельдшер. Она распространяется на фельдшеров, прибывшим, переехавшим в 2018 году в сельские населенные пункты, поселки городского типа. И в города до 50 тысяч населения предоставляется единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Министерство здравоохранения Якутии реализует комплекс мер по содействию в трудоустройстве выпускников медицинских образовательных учреждений. На определенность в вопросе места работы могут рассчитывать студенты Алданского, Нерингринского и Якутского медколледжей, а также медицинского университета. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район. В Нерингре прошел третий этап военно-спортивной игры «Снежный барс» среди сборных команд общеобразовательных организаций района. Он был посвящен 110-летию со дня рождения героя Советского Союза Федора Охлопкова. Всего семь школ города представили свои команды. Первое место заняла гимназия номер один, второе место досталось учащимся средней школы номер один, а третье место – команде юных армейцев. В составе жюри сидели офицеры с запаса, которые оценивали подготовку команд согласно строевому уставу вооруженных сил. Напомним, данное мероприятие является традиционным, ежегодно проводится среди сборных команд 8-х и 10-х классов. Там интересно тем, что ты учишь какие-то звания, медали, ордена, учишься работать в строю, также с командой, учишь историю тоже. Очень интересная была воинская служба, ее основы, особенности, упражнения с оружием, стрельба, упражнения с строю. В Якутске на сцене Саха-театра выступила Надежда Ангарская с концертной программой «Я просто женщина». Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры Якутии. Со своей командой профессионалов они зажгли вечер в прямом смысле слова. А Министерство культуры подготовило сюрприз. Для Надежды ей вручили почетный знак отличной культуры Республики Саха-Якутия. Она была очень удивлена и безмерно радостна таким событием. Надежда известна якутянка, КВН-щица неренгринской команды «Дежавю». Участница шоу «Комеди-вумен», певица и актриса, родом из города Мирного, где она накануне выступила с концертом. А уже завтра Надежда Ангарская отправится туда, где выросла, в город Неренгри. Ну ладно, что, мы готовы продолжить? Нет, мы не готовы продолжить. Конечно, для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Вот такой сюрприз, дорогие друзья. На сцену приглашается заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Владимировна Селина. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия ангарскую Надежду Якову, министру Куарнашка, министр Владимир Чихонов. Благоустройство своими руками. Прихожане Свято-Троицкого храма в Мирном решили украсить территорию композициями снега. Авторы спешат завершить композицию, которая включает в себя шесть разнообразных фигур. Ивана Филиппова продолжит тему. Виталий Калибин и Виктор Носков завершают уже четвертую снежную композицию. Осталось дополнить их деталями. Уже неделю они украшают территорию храма. Эскизы придумали сами. Здесь и пасхальное яйцо, и ангел с музыкальной трубой. Особое место занимает скульптура-памятник, посвященная погибшим горнякам на руднике «Мир». Основная идея – часовинка по центру карьера. Карьер у нас отображен первыми с двух сторон и уходит вглубь. В центре горит огонь в виде шара. То есть вся теплота, вера, она осталась там. Пила, шпатель, отвес и вода – вот основные инструменты скульпторов. Заготовки для работы они сделали заранее. Осталось лишь придать форму утрамбованному снегу. Всего таких композиций будет шесть. Основная, наверное, цель, основная идея, которую преследовали – это соорганизация людей и проявление их каких-то таких творческих идей и творческих способностей. Ну и, конечно же, вновь повторюсь, украшение нашего свято-тройского храма. Инициатором конкурса снежных скульптур стала матушка Ольга. Ее идею поддержали прихожане. Вы знаете, мы сюда ходим спасаться. Мы приходим в храм спасаться. А это вот то, чем мы занимаемся – это наше спасение. Первыми работу мастеров оценили учащиеся православной гимназии. Благо, учебное заведение находится на территории храма. Проходя мимо этих фигур в школу, я замечаю, как каждый день строятся новые фигуры. И вот примерно вчера я заметила, как построилась новая фигура карета. Это очень хороший пример для нас всех. И, на мой взгляд, если бы каждый человек сделал хоть что-нибудь доброе, хоть и маленькое, то наш мир бы стал намного лучше, чище и красивее. Работы местных скульпторов будет оценивать специальная жюри. Лучше предоставится возможность лепить фигурки ангелов. Ими украсят рождественский вертеп уже в следующем году. Ивана Филиппова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». И новость, которая только что нам приходит с ленты информационных агентств. Интерфак сообщает, что генеральный директор компании «Колмар» Сергей Цивилев сегодня назначен заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству. Такова картина уходящего дня. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин